31 год назад последний советский солдат покинул мятежный Афганистан. В субботу возле Святой Линского монастыря собрались сотни людей, участвовавших не только в афганской, но и в других интернациональных военных операциях. После молебна о погибших состоялось торжественное шествие к памятнику военнослужащим, погибшим в Афганистане. Завершил день фронтовой привал для ветеранов. Традиционно в торжественных мероприятиях принял участие почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов. Он долгие годы поддерживает воинов-интернационалистов и борется за усиление их социальной защиты. Продолжат тему корреспонденты-репортера. 15 февраля для воинов-интернационалистов – особенный день. Ежегодно он начинается в стенах Святолинского мужского монастыря, где в один из главных христианских праздников встретение Господней проводит самолебен в память о всех погибших. Здесь молятся за тех, кто не дожил до этого дня, за тех, кто погиб на этой войне, а среди погибших только в Одесской области 220 человек, которые остались именно там. И, вы знаете, Украина – та страна, которая потеряла много воинов. Некоторые наши историки пытаются переписать историю. Нельзя. Вот вам носители истории, которые проявили мужество и героизм и были ранены, и сегодня они выживают сами. Мы должны показать, что общество помнит и знает этих героев. Мы должны показать своим единством, что нужно обращать внимание на эту категорию граждан. С войны не вернулось более трех тысяч украинцев. Порядка восьми тысяч получили ранения. А более половины из них вернулись домой инвалидами. По окончанию десятилетней войны, к сожалению, государство обернулось от социальных проблем ветеранов. Такие встречи дают им возможность вспомнить сослуживцев и поделиться воспоминаниями. Мы не меняем традиции своих и боевых традиций не меняем. Это не просто друзья, это боевые товарищи, с которыми мы вместе в Афгане служили. И вот я не помню такого, что если мы там обращаемся по каким-то вопросам, то всегда есть решение, и Сергей Васильевич всегда с пониманием относился к нам. Я надеюсь, что и в дальнейшем у нас будет такая дружба. Самая активная, самая дружная организация воинов-афганцев в Украине – это все-таки Одесска. Я горжусь, что Афанасий Петрович Радукан является руководителем этой организации. И он один из самых авторитетных воинов-афганцев, который прошел все ужасы войны. Кроме того, почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов убежден, что воины-интернационалисты должны представлять свои интересы в районах, городском и областном советах. После памятного молебена в сопровождении военного оркестра ветераны с боевыми кличами прошлись по центральным улицам Одессы. Так, по случаю 31-й годовщины вывода бойц из Афганистана, сослуживцы чтут память наших земляков. Крайней точкой марша стал парк Шевченко. Ветераны возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам. А рота почетного карула почтила память погибших оружейным залпом. Сегодня очень приятно. Ну, с каждым разом все меньше и меньше людей. Но вот мы встретились, это наша молодость. Мы себя чувствуем молодыми. Мы чувствуем себя в тех условиях, которые были. Ну, конечно, сейчас то весело. Нигде никто не стреляет, ничто не угрожает. А там постоянно под напряжением, под диким напряжением. И день, и ночь. И день, и ночь. Сегодня для каждого афганца, это сегодня праздник. Вот какое настроение может быть праздник? И грустное, потому что поминаем наших друзей, которые остались на той войне. Ну и радостное, что мы сегодня встретились, что мы есть, что мы живые. По окончанию церемонии памяти для участников боевых действий организовали боевой привал с фронтовой кашей и боевыми 100 грамм за ушедших друзей. Подобные встречи уже давно стали доброй традицией, о которых сослуживцы могут пообщаться в неформальной обстановке. И вот сегодня мы собираемся на этот привал, после того, как мы чтим память наших ребят, вы видели памятник великолепный, выбитые на гранитных плитах, выбитые фамилии, это навечно, на веки века. Сегодня эти храбрые мужчины вспоминают подвиги своих сослуживцев. Будучи совсем юными, каждый из них рисковал жизнью ради близкого друга и мирного неба над головой. За героический подвиг указом президента Украины заместителя главы Одесского областного союза ветеранов Афганистана наградили орденом за заслуги третьей степени. Был в Афганистане 1983-1985. В должности инструктор политоотдела по Кавсобойской работе. Для меня это очень большой праздник, боль, горечь. Но мы с побративами здесь собираем и вспоминаем о наших погибших воинах. Отметим, что ранее на сессии Одесского городского совета по инициативе Украинской морской партии Сергея Кивалова было принято решение увеличить выплату пособия всем участникам боевых действий в Афганистане. Вы знаете, когда-то в свое время Одесса была первым городом в Советском Союзе, которая начала проводить социальные выплаты, социально незащищенные именно прослойки. Это семьи погибших и вдовы погибших и инвалиды. И вот это все из года в год проходит. Хочу отметить, что фракция морской партии сюда прикладывает немаленькое влияние того, чтобы пролонгировать эти все распоряжения в городе, в области. Сергей Васильевич всегда говорил, что это те вещи, которые нужно делать постоянно. О них не надо думать, это просто нужно делать. Одесский областной и городской союз инвалидов и ветеранов войны в Афганистане насчитывают свыше 7 тысяч человек. Сергей Кивалов многие годы поддерживает организацию, выступает с инициативами в поддержку воинов-интернационалистов, чтобы обеспечить каждому ветерану достойную социальную защиту. У нас в Одессе хорошая традиция, мы всячески ее поддерживаем. Посмотрите, встречаются друзья, близкие, вот здесь, однополчане, люди, которым и 50, и 60 лет есть. Те, которые действительно воевали в 20-летнем возрасте, и они сегодня, ну еще полной силы, энергии, сегодня они показывают свою мощь. Тысячу человек прошли от храма в парк Шевченко, где есть памятник воинам-афганцам. Сегодня ветераны афганской войны получают материальную помощь семьям, помощь на лечение, юридическую поддержку и психологическую реабилитацию. Воины-интернационалисты также исполняли свой долг и в других горячих точках. Во Вьетнаме, Югославии, на Кубе все они имеют статус участников боевых действий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова